На телеканале Север программа актуальное интервью. Тема нашего эфира защита прав ребенка на жизнь и здоровье до рождения. У нас в гостях уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе Татьяна Гашева. Татьяна Ефимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Знаю, что вы недавно только вернулись к конференции, где как раз говорилось о теме, которую я озвучила. Почему эта тема стоит так остро и требует вмешательства со стороны государства и вообще всех органов нашей власти? Потому что у нас несовершенная система и образования, и здравоохранения. Сколько у нас больных детей в России? Очень много. Да, действительно. В Екатеринбурге проходила всероссийская конференция по теме, которую вы озвучили. Проблема очень серьезная в России. Почему? Потому что мы все понимаем, в какой ситуации находится наша страна, далеко не безопасной. И, естественно, что управлять вот этими ресурсами, которые богатыми ресурсами, которые у нас есть в стране, без человеческих ресурсов невозможно. И поэтому сегодня битва идет за каждого ребенка. Но, оговорюсь, за каждого здорового ребенка. России нужны здоровые люди, высоко квалифицированные кадры, которые могли бы сеять, пожинать, созидать и защищать свою страну. И тема, которая была поставлена перед нами, она возникла не сегодня. Мы все знаем, что наша страна входит в разряд либеральных стран, где многое разрешено. И это не способствует сохранить детсосбережение в нашей стране. Поэтому, несмотря на ее узкую тему, она на самом деле очень широкая, очень проблематичная. Потому что она затрагивает и социально-экономические проблемы, и демографические, и нравственно-этические проблемы. Как сохранить ребенка и вообще какой правовой статус у нерожденного ребенка? Почему? Потому что у нас мы ратифицировали Конвенцию на правах ребенка в 1990 году. То есть мы взяли на себя обязательства. И там в первой статье четко сказано, что ребенок – это каждое человеческое существо до 18 лет. И нижней границы нет. Вот ряд стран, они взяли с преамбулы, где сказано, что ребенок нуждается в защите, в охране своего здоровья, как до, так и после рождения. Мы же взяли именно, что ребенок с момента рождения. Потому что в Конституции у нас правами наделен только момент, когда ребенок рождается, и у него появляются все права. А почему вот в ряде стран отказались от абортов, да? А мы еще даже об этом, наверное, и не говорим. Как мы можем сохранить, да? Вот мы говорим о такой теме – сохранить до рождения. А как мы можем сохранить, если мама, например, решила от ребенка избавиться, да, так скажем, и прервать? У нас же везде это легализовано, во всех уголках России. Ну да, впервые как бы легализация искусственного прерывания беременности. Это были 20-е годы прошлого века. Потом был этап запретов. Но, тем не менее, действительно, Россия относится к тем странам, где аборты не запрещены. Хотя в 77 государствах очень жесткий контроль за этим. То есть аборты, они запрещены. Там есть только медицинские показания и в ряде стран социальные показания. У нас же любой человек, который решил прервать беременность, он может получить добро, если там до 12 недель, да, до 12 лет. И вот отсутствие вот этого правового статуса ребенка, понимаете, если ребенок только с момента рождения, то внутри матери, получается, находится только плод. То есть правовой статус вот этого плода или ребенка, он не определен в России. И поэтому у нас вот такая легализация абортов, это, конечно, приводит к сильнейшей демографической катастрофе. Потому что до 70% женщин нормального детородного возраста, они делают выбор не в пользу ребенка. До 70% было озвучено на конференции. Задача перед нами стоит ведь еще и сохранить, если мама решилась родить, произвести на свет здорового ребенка, то есть сохранить здоровье этого плода. И очень важно, почему у нас столько перинатальных центров открыто, перинатальных, то есть 28 недель, но по данным СМИ Организации здравоохранения, это 22 недели. То есть вот этот период и плюс 7 дней после рождения, вот этот период очень важный, потому что формируются все функциональные системы ребенка. Да, Татьяна Фимова, почему у нас вот в России столько больных детей, вот онкобольных, да, почему перинатальные, вы сказали, центры открывают? Зависит ли это от качества жизни нашей? Может быть, надо вообще нам все пересмотреть систему? Какие у нас экологическая какая ситуация? Это же катастрофа в некоторых регионах, особенно вот в Челябинской области, Екатеринбург, Пермь, это все столицы химии, да? Да, совершенно верно. И сколько, вот я сама уроженка Перми, я знаю, сколько детей вот там рождается именно с онкологиями. Ну, вы уже частично и ответ дали на поставленный вопрос. Действительно, экологическая обстановка, качество жизни, оно уже определяется из той пищи, которую ест ребенок или будущая мама, из той одежды, которую она одевает, да, из тех материалов, которые она носит, из той обстановки, в которой она живет, из тех условий, в которых находится ребенок перед учебой, и из того количества стрессов, а количество переходит в качество. То есть все это может послужить пусковым механизмом для появления того или иного заболевания. Вот почему мы говорили о перинатальных центрах, о диагностике. Ведь очень важно на ранних этапах определить здоровье ребенка, потому что ведь на втором месте младенческая смертность у нас именно от врожденных аномалий, пороков развития. Поэтому надо предоставить матери возможность знать, будет ли она рожать этого ребенка, да, то есть она должна иметь право выбора. И ведь до 2009 года в женских консультациях у нас только 10% выявляемости было. То есть это вопрос и профессионализма врачей, и вопрос качества аппаратуры, на которой происходят эти измерения. Сегодня у нас единственный центр, который вот такой высоко квалифицированный, который занимается как раз медициной плода, фонд медицины плода, он находится в Лондоне. И он сейчас у нас, в принципе, очень хорошо обучает специалистов. Он сейчас благотворительный фонд. В каждом регионе от 10 до 15% детей от общей популяции детской, это дети с ограниченными возможностями здоровья. То есть это дети с задержками психического развития, это неговорящие дети, это дети с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата до 15% при хорошей диагностике. Это тоже было озвучено, и два года назад я сама подсчитывала наших детей. У нас 12%. А, Татьяна Фимовна, вот сейчас по группам, да, делят здоровый, ребенок нездоровый, есть сколько, три группы? Первая, вторая, третья. Вот у нас в Ненецком округе как ситуация состоит? У нас вот большинство детей к какой группе относятся? Ну, вообще, если так пошире смотреть, то групп 5, вот, вторая, третья группа доминируют во всех регионах. В некоторых регионах уже идет уползание в четвертую группу. То есть чем ближе к пятой группе, тем меньше здоровья остается у ребенка. Я, кстати, на конференции выступала как раз в блоке сохранения здоровья ребенка в образовательных организациях как фактор сохранения здоровья будущих поколений. Ведь сегодня, посмотрите, перегрузка на детей. Я сама об этом хотела сказать. Вот мама троих детей, ребенок пошел в первый класс. То есть мы учимся там, допустим, до часу, потом мы идем на продленку, потом мы приходим, уроки делаем. Это же очень тяжело, очень устает. Если я вспомню, когда, в свое время, когда я училась, у нас было в первом классе, мы спали, да. Там была организована шикарная, можно было так назвать, по тем временам советским, система питания, система отдыха. А сейчас, я думаю, что вот для ребенка невыполнимые ставят задачи, невыполнимые. При том, что вторая и третья группа здоровья, да? Да. И чем дальше ребенок обучается в образовательной организации, тем меньше здоровья у него остается. Я с вами согласна. И об этом тоже говорилось, что программы перегруженные, режимные моменты, они практически не дают шансов ребенку восстановить свое здоровье. В Екатеринбурге полномоченным по правам ребенка проведено было исследование их институтом. За период обучения ребенка в школе, вот за 11 лет, нагрузка по сравнению с советским школьником увеличилась почти на 2000 часов. Вот, естественно, можем ли мы говорить? Конечно, прямая корреляция, прямая связь между тем, что как перегружен ребенок и какое здоровье физическое, физиологическое в результате он имеет. У нас сегодня, и об этом говорил Базарный, 80-х, 90-х годах, профессор Владимир Филиппович Базарный, когда эксперименты у нас проводились, что сегодня мы находимся на этапе демографического стресса и демографической катастрофы, потому что у нас сегодня дети сидят. Практически у нас идет нагрузка только на мозг, но мозг, он тоже не может в ней тело существовать. Вот отсюда у нас и получается, что у детей повышенная истощаемость, нервно-психические заболевания, даже нервно-психические заболевания в 2014 году на первое место по первичной выявляемости у детей-инвалидов. Если были в прошлом году у нас еще по первичной выявляемости, в основном это хромосомные дефекты, врожденные аномалии, пороки развития, то сейчас у нас нервно-психические расстройства и расстройства поведения вышли на первое место, и количество детей-инвалидов из года в год растет. У нас 194 ребенка-инвалидов в этой категории детей с ограниченными возможностями здоровья. И этот рост наблюдается во всех регионах, и остановить его можно только разумными мерами, когда мы повернемся к здоровью ребенка. А вот как нам эту образовательную систему изменить? Она у нас вообще, как считается, эффективна, она неэффективна? А, вы про Парламентскую газету тоже читали, да, я читала. Да-да-да-да-да, про то, что Министерство образования, его работа считается одной из самых неэффективных. Совершенно верно, в этом честно. Я хочу сказать, что начиная с 80-х годов, министры образования и министры здравоохранения признаются в том, что школа, школа калечит здоровье детей. Об этом говорил и Ткаченко, он говорил о том, что психическое здоровье, оно теряется у большей половины детей. И он еще писал, что, значит, у нас не та школа, но это было в 90-х годах, извиняюсь. Значит, у нас не та школа, а сегодня у нас та школа, а сегодня у нас учитель перегружен. Учитель, извините, здоровый учитель, он видит здоровых детей. Перегруженный учитель, он заполняет такой дневник, электронный дневник, он заполняет журнал. И в то же время он еще собирает, ходит справки для того, чтобы подтвердить свою квалификационную категорию. И готовится к ЕГЭ, потому что он живет в хроническом стрессе, то есть в состоянии дистресса. Надо, чтобы все дети сдали. Какой ценой? Вот расплата, за что расплата идет? Не знаю, а вот это ЕГЭ, это же вообще какая-то там система особая. Вот сколько? И сейчас уже ужесточили, чтобы ребенок ничего там не мог не принести. Мы прямо как, вот знаете, надзиратели на ними стоим. Это какой стресс испытывает ребенок? И мы об этом говорим, понимаете, и на координационных советах у полномоченных, и на съездах мы поднимаем эти вопросы. Я понимаю, что там нижняя планка сейчас распущена, но сама процедура, сама процедура, вот когда ребенок, его практически обыскивают металлоискателями. Когда он один на один сидит, и там видеокамера, и помощи никакой нет. И нельзя выйти по физиологическим каким-то моментам, потому что это надо выходить с кем-то. А как же дети с ограниченной возможностью здоровья? Вот в девятых классах у нас сдают ГВЭ, государственный выпускной экзамен. Ведь, понимаете, вот сегодня настолько науку оторвали, наука, которая была внедрена и в 80-х, и в 90-х годах здоровье развивающей технологией называли. Это все вырвали из школьной среды. Сегодня гонка, гонка, гонка. Получается только за отметками, а не за знаниями. Да, это тяжело. Это очень сложно. Это все было озвучено, и все очень обеспокоены. Но вот это хотелось бы, чтобы обеспокоенность, она еще и на уровне чиновников была. Нельзя так убивать детей и педагогов. Нужно создавать такую среду, чтобы ребенок не потерял свою индивидуальность. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Понимаете, вот школьная физиология, это предмет, который изучают все педагоги. Мы все прекрасно знаем, что долгое сидение, оно к чему ведет? К оттоку крови в те органы, на которых сидит ребенок. И это провоцирует, особенно у мальчиков, повышенную агрессивность. Отсутствие физической нагрузки – это смерть физиологическим параметрам. Дети должны двигаться, они должны на уроке стоять, а не прыгать в физкульт-минутку, да, попрыгали и сели. Это все должно быть разумно. Разумная должна быть нагрузка на мозг. Разумный должен быть индивидуальный подход к детям. Не все дети у нас вундеркинды, не все дети у нас будут сдавать на пятерки математику, но на этом жизнь не заканчивается. То есть самые таланты. Вот разносторонние дети, они, как правило, очень редко сдают на 4-5. Да. А как, говорили ли вы на конференции о профилактике? Вот сейчас, мне кажется, уже надо в школах говорить об ответственности родителей, да, перед своими детьми. Совершенно верно. Понимаете, вот если сегодня мы повернемся не спиной к детям, а мы повернемся к ним навстречу, снизим нагрузку. Нагрузку сделаем такую, чтобы она развивала детей, чтобы они могли в этой жизни дальше строить свои семейные отношения, а не ходить по больницам и, не дай бог, еще быть инвалидами. Сегодня мы должны понимать, что употребление алкоголя, табакокурения, наркотиков, это же все результат виктимизации детей. То есть дети жертвы. Им тяжело в школе, в семье не получается. Они пробуют все. И в результате получается, что, решив стать родителем, да, решив сохранить ребенка, очень часто дети, которые употребляют алкоголь, или просто у них уже ритм употребления, рождается ребенок с так называемым алкогольным синдромом плода. То есть это ребенок практически, но это ребенок инвалид. Еще вот я, знаете, заметила такую тенденцию, что у нас в основном многодетные семьи, да, неблагополучные. Вот с чем это связано, Татьяна Фимовна? Неблагополучные. Да, неблагополучные в основном, знаете, в нормальных семьях, с нормальным заработком, с нормальным здоровьем. Там два ребенка, и рожать они больше не хотят, да. А вот именно кто у нас выпивает, да, какие-то алкогольные независимости у них 5-6, и они на этом не останавливаются. Детей лишает прав, вот, но мама все равно продолжает рожать. Я согласна здесь с вами. Вы знаете, но я хочу преклониться перед теми многодетными семьями, в которых дети рождены в любви, и даже пусть не всегда здоровые дети рождаются, но они сделали все, чтобы они были психически и нравственно здоровые. Я просто низкий поклон, потому что на таких семьях держалась всегда наша страна. Понимаете, многопоколенная, расширенная, здоровая, традиционная семья. Вот я преклоняюсь перед такими семьями. И, а вот то, что вы сказали, да, соглашусь с вами, двое-трое детей в отношении двух-трех детей уже лишена родительских прав, и уже прогноз 100%, что четвертый, пятый окажутся там. Я выезжаю в такие семьи, я смотрю в глаза этих мам, пап, как правило, там нет. Вот смотрю в глаза и вижу пустоту. И вы знаете, и так и думаешь, что да, ребенку вот его не ждут здесь, и никогда не ждали. Вот это страшно, это беда. И вы знаете, когда говорят, что общество должно подставить плечо, да, оно, наверное, должно было подставить плечо именно в детском саду, в школе, но не тогда, когда уже человек опустился совсем. И вот здесь надо жалеть детей, потому что хорошо, если мама вперед беременности не пила. И страшно, если она это делала на протяжении всей беременности. Вы посмотрите, у нас беременные женщины выходят покурить. То есть они, вот понимаете, вот должен быть даже не страх, а ожидание вот этого чуда, которое появится на свет. А вместо этого чуда стоит, извините за уважение, на восьмом месяце беременности женщина, которая выкуривает, и тем самым она уже рождает ребенка с зависимостью. Вот это страшно. И мы не должны забывать, что сегодня, когда мы говорим, что все дети нужны России, все-таки ставка делается на то, чтобы дети-то были здоровые. Понимаете, мы должны это не количеством брать, а мы должны быть качественным количеством брать. Наши дети должны желать рождаться в нашей стране, учиться в наших школах и вузах и оставаться на родине. Вот основная задача. И создание института уполномоченного по правам ребенка, это был как раз, это та была соломка, которую подстелило государство. И очень будет жаль, если эти институты постепенно будут угасать. Только потому, что не хватает денег на это, не хватает денег на это. Можно сэкономить на чем-то одном. Потому что спасая десятерых, мы спасаем сотни будущих поколений. Потому что очень много системных нарушений. И об этом надо говорить. Понимаете, учить и показывать, какими мы видим детей, и что для этого нужно сделать. Огромный труд, огромный труд всех нас, вас, которые на телевидении показывают и говорят об этих проблемах. Об этих же проблемах говорят у нас и Русская Православная Церковь. Да, совершенно согласно. Понимаете? Да. А вот в случае отказов от детей у нас есть в Ненисском округе? Как с этой проблемой у нас обстоит дело? В 2011 году у нас было два отказа. Последние три года отказов не было. Но здесь меня, знаете, что беспокоит? Они в роддоме-то не отказываются. Но через некоторое время эти детишки оказываются в доме ребенка. Понимаете? Идти некуда, и работать не хотят, или работать не могут. То есть там у каждого своя ситуация. Отказов не было. Потому что это тоже большая проблема. Во многих регионах отказников очень много. И даже вот эти бэби-боксы, по которым споры идут, что ребенка лучше оставить в специализированном приспособлении бэби-боксе, нежели он где-то будет на свалке или убит в портфеле. Вот как сейчас у нас нашли ребенка. Но это все равно нравственные вопросы. Понимаете? Если мать может оторвать от себя ребенка, значит, она уже его не любила, когда он был внутри. Да, бывают какие-то проблемы семейные, когда семья не принимает, когда идти некуда. Но это уже здесь общество должно помочь. А у нас вообще существует в России, например, помощь маме, которая оказалась в трудной ситуации, допустим. Она, может быть, и хотела, может, у нее сейчас финансовое положение. Или это девочка, которая вообще 15-16 лет. И куда вот ей пойти, понимаете? Вот она осталась одна со своей проблемой наедине. И что в этом случае ей может помочь? Вы знаете, во-первых, в разных регионах, в нашем регионе у нас 11 223 ребенка, в других регионах это сотни тысяч детей. И там созданы специальные центры, в которых принимают, сопровождают, во-первых, беременную, наблюдают ее. И она потом может жить определенное количество, даже лет вот в этом учреждении, ей помогают устроиться на работу, ей помогают с няньками, ей помогают устроить в ясли, если есть возможность. То есть этого человека сопровождают. Вот если мы сегодня будем биться за этих родителей, она хотела выносить за ребенка, но жизнь не сложилась. Это будет здорово. И это будет перевес того, что мы спасаем 6-7-месячных детей, а в это время 70% здоровых женщин спокойно расстаются с будущим ребенком. Я не могу сказать, что внутри мамы это ребенок, потому что на законодательном уровне правовой статус не определен. Но будущего ребенка она не хочет вынашивать. А при этом другая женщина бьется за 6-7-7-месячного ребенка. И спасибо этим современным технологиям, когда выхаживают младенцев, они становятся полноценными людьми. И еще одна проблема, которую мы тоже на конференции поднимали, это проблема беременности несовершеннолетних. Вот у нас в этом отношении, в округе, обстановка в прошлом году была очень хорошая, потому что до 15 лет у нас ни одна беременная не зафиксирована, а те девочки несовершеннолетние, потому что дети от 15 до 17 лет, до 18 лет, их 11 было человек, и все 11 произвели на свет маленьких детей. Поэтому молодцы, вот молодцы. Единственное, что, конечно, рановато, но то, что сохранили этих детей. И сейчас, как раз вот перед тем, как сюда я шла, прочитала, что у нас... Да и Павел Алексеевич Астахов нам уже как бы тоже звонил, что он поддержал инициативу депутатов Ямал-Ненецкого автономного округа по поводу того, чтобы продлить возраст до 18 лет, когда до 18 лет за несовершеннолетнего по поводу искусственного прерывания беременности решают вопросы родителей. Сегодня у нас этот возраст определен 15 лет, то есть тебе исполнилось 15 лет, и ты сама решаешь, сохранить ребенка или нет. А сейчас вот законопроект поддержан, я думаю, дай бог, чтобы он вышел. До 18 лет это ребенок. По всем колонам, по всем законам. А почему же в 15 лет она уже решает свою судьбу, сама? И там еще, кстати, вопросы есть и по наркоманиям тоже самое. Потому что чем раньше мы лечим ребенка, тем больше возможностей создать семью. Конечно. И родить здорового ребенка. А здесь тоже в 16 лет у детей, которые предпринимают на родину, в 16 лет он должен ожидать согласия, хочу я лечиться или нет. Потому что до 18 несовершеннолетний. Вот такие вот коллизии в законах, это во вред нашим детям. Да, много надо что-то делать. Вот состоялась эта конференция, где вы выступали. А будет продолжение вот этого? Вы пообщались, поговорили, какие-то актуальные темы поставили для себя. Вы с предложением уже будете выступать? Это на уровне правительства? Или что-то? Во-первых, эти вопросы мы поднимаем пятый год. Вы знаете, что не все так быстро делается. Но то, что понимание есть, мы это понимание видим в чем? У нас, во-первых, и мы тоже приложили уполномоченные, особенно те, кто раньше начинал работать. Во-первых, это национальная стратегия действий в интересах детей. Есть такой хороший раздел. Семейная политика детского сбережения. Это огромный труд всей страны, вот которые работали, и в том числе и уполномоченные. Это концепция государственной семейной политики до 25-го года Российской Федерации. Там тоже вопросы ставятся. Сохранение семьи, здоровой семьи и рождение здоровых детей. Те вопросы, которые мы озвучили, естественно, мы будем продвигать еще и на координационных советах. Во-первых, то, что у нас уполномоченные могут сейчас присутствовать общественными наблюдателями на ЕГЭ, это уже плюс, это мы продвинули. То есть потихонечку расшаг, есть понимание. Да, это главное. Но самое главное, самое главное, чтобы в семье было желание воспитать духовно-нравственную личность. А государство должно нам создать условия. То есть должна быть работа, должна быть защищенность, чтобы мы не жили вечной тревоги. Сегодня мы будем жить или нет? То есть вот это проблема безопасности. Никто материальные ценности, материальный плацдарм от нас еще на крышу не переставлял. Если семья не накормлена, голодная и негде жить, извините за выражение, о духовно-нравственных ценностях некогда подумать. Одна мысль только, кушать хочу. То есть вот, когда у нас все встанет на свои места, но все равно вот эту нравственную составляющую мы не должны потерять. Не должны у нас дети убивать друг друга. Не должны у нас взрослые калечить детей. Это страшно. Понимаете? Это говорит о том, что а какое у нас будущее? А зачем тогда ради... А для чего живем-то мы на свете? Да, тема такая острая. Тема острая, но она вполне решимая. Но это не один год. Это не то, что мы сейчас с вами выйдем, Люба, и все, у нас все все поняли. Это постоянный труд. Постоянный труд в семье. Это постоянный труд педагога. И над собой в том числе, чтобы не выгореть. И не прийти уставшими, не высказаться нелицеприятно в адрес ребенка, потому что ты устал. Это постоянная сдерживающая миссия. Мы все люди, мы все человеки. Мы все можем ошибаться. Но самое главное, чтобы за этой ошибкой не стояла жизнь ребенка. Спасибо вам, Татья Афимовна, за очень... Очень приятно пообщались. Вот просто как-то так все очень быстро. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересное интервью. Я думаю, что мамы посмотрят и сделают какие-то выводы, да, что-то у них в лучшую сторону поменяется. Это была программа Актуальное интервью. Сегодня мы говорили о защите прав ребенка на жизнь и охрану здоровья до рождения. У нас в гостях была полномоченная по правам ребенка в Нинецком автономном округе Татьяна Гашева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова